Я не склонен, я накоплю денег, себя бабушкам раздавал домой, а у меня денег никогда не было. Я к этому вообще не привязан в жизни был ни одного дня. Но, однако это есть. Что-то тебе надо. Ну, чего мне надо? У меня здоровье отменное. Я учусь в мореходке, в высшем мореходном училище. Мне ничего не надо. У меня друзей в море. Я такой юморной, заводной, говорят, душа в любой компании. Но пить не пью, не курю, к этому не прикасаясь. Я боюсь Бога. А они перед этим сказали, вот ты не веришь в одно, а другое не верит в другое. И что тогда останется у нас? Корочки одни. Так я не верю. У меня веры нет. Вот это да. Я даже, видишь, не слышу, что у меня звонок. Сейчас я так расскажу. Так, что ты хотел? Я опять не могу и поставить. Хорошо, хорошо, благодарю. У нас запись идет. Спаси Христос. Понял, понял, помолимся, помолимся. А тебе и ребенки, да? Хорошо. Игорь поехал далеко в командировку и заболела дочь. Сейчас записываемся и тогда дальше. И я понял, стоя на коленях, это было 27 сентября в 17.00 1962 года. Здесь произошла моя встреча, как у Савла со Христом на пути в Дамаск. У меня веры нет. И я сказал, Господи, дай мне веру вот в эту книгу, что тут все от Тебя написано. Его книга. Его книга. Вот она, Святая Библия. Вот. Я не верю в нее. И вот то первое ощущение, я его передаю, как оно есть. Когда бывает где-то далеко-долго идешь, там в экспедиции по горам, тяжелый рюкзак, ты все время наклоняешься. А потом, когда снимешь, тебя какое-то время поинерство еще давит мускулы вперед. И мне показалось, меня как какой-то груз спал. Я даже качнулся, помню, на молитве. И мне показалось, я не слышал, но в душе, как будто по углам везде пошел такой звук, эхо. Верю, 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 верю. И вот 50 с лишним лет позади, я не слышал. Я не видел ни разу ни одного видения, у меня не было. Я к ним заезжал, я никогда, ни одного дня не жил без крестного знамения, никогда не снимал креста. Ну, он был у меня в армии на лямочке пришитый, без креста. Вот здесь начался мой путь. Уже через три месяца я уже знал Библию и вышел у них на капитру убописцев, проповедовал. Конечно, они полагали больше на меня, но этого у меня не было. Как я стал православным вот тут. Там много разных сект, я со всеми старался познакомиться, и литературу их брал, и конспектировал. Все журналы, все конспектировал. А так как Бог дал память, я знал столько стихотворений, что однажды как-то рассказывал. Я сейчас не могу сказать, но не менее на шести часов подряд мог рассказывать. Я просто как читал, просто Бог дал память. Я эти книги запоминал, и вижу, они противоречат. А где же правда? И вот помню, я, ну как на простом, Господь любит человека и дает. Любил бабушек, на бабушке поймал, любил языки, на языках поймал. И вот здесь я любил рассуждать. И рассуждения были такие. Исея с вами во все дни до скончания века. Я записываю, во все дни. Около 21 тысячи, якобы, разных толков, течений дробятся. Но где? Но что где-то он обязательно Христос? Это да, во все дни. Первый день не надо было искать. Он одна на церкви, если он не с ней, то его нигде и не было. Но где именно сейчас он, в 1962 году? Я сидел на столе, на столе была клеенка и такая клеточками. И я подумал, каждая клеточка, это год. Но теперь там 300, вот в этой клеточке. Но где-то там Христос должен быть, с кем? Я так опускаюсь к низу, я опускаюсь до 4 века, там всего только 7. Но еще 7. Я наконец опускаюсь до того времени, когда церковь была одна, единая, кафолическая, вселенская. И я понял, здесь, если он не там, то его нигде не было. Теперь моя задача найти. Как понимали те люди, которые жили тогда, понимали священное писание? Видите, я анализом пришел. А почему? 7.16. Пророка Иеремия. Остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, где путь добрый, где путь древний. И по нему идите. И вот этим путем Господь меня повел. Я нашел, что этот путь находится в той вселенской церкви. Я помню, как наш корабль остановился в Клайпеде, Литовской Ассар. Ну я пошел куда знал, там была старообрядческая, поморская община. И там один дедушка, ну дедушка какой? Для меня он дедушка, а он на стройке еще работал, окладистая борода. Я уже в армии был с бородой. Борода неприкасаемая. Это я уже знал. Это по убеждению. Потому что она у меня красивая, она у меня рыжая, трехсветная. Меня это не касалось. Бог сказал, я подчиняюсь. Вот эта вот военная струнка, она была во мне. Когда меня арестовали, то КГБисты говорили, вот вам бы у нас надо работать было. А не там, где есть. Я строго любил дисциплину. И он меня к себе домой привел. Помню, у него две девушки были. Очень красивые. Русоволосые. Ну одной там 18 лет, другой кажется там 20. Вот. А мне-то уже 23 года. Русые волосы. А длинные косы я любил. Просто млел. Увижу косу, я уже, кажется, не знаю, чтобы сказал, какая она хорошая. Хотя я не прикоснусь. И в аниме показали толкование блаженного ферфилакта. Вот то, что теперь я сам издал. Я тоже сел конспектировать. Они меня не могут за стол посадить. Проходят рядом девушки, что-то пытаются заговорить. Я никого не вижу. Я фанатик. Я все записываю, записываю. Потому что корабль наш скоро уходит. Мы уходим в Балтийское море. Мне нужно законспектировать. Я дошел в Матфея, 24 глава. Блаженного ферфилакта. Он ссылается на златоуста. Для меня была такая потеря. Девушки рядом. Парень 23 года. И даже для меня никакого существования их нет. Я нашел толкование. Это жизнь во Христе. Для меня, Павел говорит, жизнь Христос и смерть приобретения. Вот это для меня был эпидеметр. И сегодня, когда я читаю Библию, мне трудно найти место Библии, которое по мне не проехалось бы. Я не просто говорю, а Слово Божие живо и действенно для меня. Я могу на каждый стих рассказывать, показать, как это произошло в моей жизни. Настолько у меня корявая, богатая биография. Библия биография. Дальше я только встречу это уже в Новосибирске, спустя там два года. И теперь я его полностью имею в руках. А потом буду преподавать в разных университетах. И все по Блаженному ферфилакту. Я его перепечатываю сокращенно. Издаю. А потом уже издал полностью сам. Вот оно у меня это сокровище. Посмотрите. Я никогда не думал, даже во сне, что мне Господь позволит издать Блаженного ферфилакта. Необычное вот в чем. В первую очередь, как оно издано. Крупным шрифтом. Особо какие эти места. Я решил усилить не священное писание, а толкование. Где он говорит о проповеди и о необходимости всем быть на благовестии. Изучать Слово Божие. Вот я могу сейчас даже показать, что я сделал как. Я делаю здесь комментарии другим шрифтом и отчеркнутое. Вот она. И.Л. Игнатий Лапкин. Посмотри. Там видно, как жирным. И дальше комментарии. Комментарии эти бывают из Златоуста, Симеона Нового Богослова, Иоанна Кронштадтского, Игнатия Бричанинова. Ну и добавляю какие слова. О бедственном положении в православии. В московской патриархии. О бедственном. Беру за основу слова патриарха Кирилла. Два года назад он когда проехал до Дальнего Востока. И вот его характеристика. О состоянии церкви. Он говорит духовное состояние-духовные развалины. Духовные развалины. И поэтому на этих развалинах надо трудиться. Сегодня уже это понимают. Что объявлена война церкви. И не одним, не двумя человеками. А легионы движутся. Все секты. Все против православия. Я к этому только добавлю. Виновны мы сами. А я там же нахожусь. Православие. Поэтому вину никуда не надо от себя отгребать. Начинать надо работать. Начинать работать прямо с сегодняшнего дня. И теперь, когда началась перестройка, я кое-что упустил. Потом могу вернуться. Я не знаю, кто был более востребован, чем я. Я просто не знаю. Мне кажется, что больше меня никто в стране, еще в Советском Союзе, там 88-89 год, 91-е годы, никто не проповедовал. Вот это вот у меня на корочке я стою. Это я на площади. В 91-м году готовится громить коммунистов. И меня увидели с трибуны. Готовили. А площадь вся запружена народом. Ко мне прям милиция. Бегом прибежали. У меня под руки и туда на трибуну. Высокая трибуна. Я сказал слово. И буквально страсти все утихли. Я проповедовал во всех университетах, институтах. В десятках школ, в воинских частях. В милиции, на заводах, на фабриках, в КГБ, в прокуратурах, в судебных. Ну, трудно найти место, где бы я ни проповедовал. В СИЗО, в лагерях, в ЛТП. Ну, даже небольшие какие-то такие обслуживающие, соцсобожные мастерские, там пять человек. И даже у них я все равно проповедовал. У меня на сон совсем мало было времени. Гор Оно. За мной приезжают полковники. Едут машины, стоят возле меня. У меня был большой доступ к Евангелиям, к Библиям. Через меня, наверное, вагон прошел. Мы там волокли сюда, это через Баптистов. Я очень благодарен им. Тогда был СИЗО в такой, в Аппрунзе. И мы там доставали, и по себестоимости так и продавали. Это, не знаю, раз в пять дешевле, чем в других местах. Мы доставали дешево, и только на дорогу, чтобы оправдать, там несколько рубля-два добавлялось. А то, бывает, так и отдавали. И вот, когда началась эта перестройка, тогда мы решили, мы же верующие, должны искать лучшего. Деревня Потеряевка, где я родился, в 1972 году она полностью исчезла. Последний житель уехал. Это было так принято, такое, неперспективной деревней закрывать. Насильно никого не выгоняли. А как? Магазин закрывали, школу закрывали. Ну, оставались одни инвалиды, перемирали и любили же. А потом электричество отрезали, поджигали, и деревня исчезала. У меня устаревшие данные. За последние, говорит, 15 лет, это вот несколько лет назад, 17 тысяч сел исчезло. Мы решили, так как все эти годы я с детским лагерем там был, лето проводил, ко мне приезжали там разные представители власти, расспрашивали, беседовали. Мы решили восстановить эту деревню. Мое участие там было небольшое. Главное, это брат отец Аким. Он закончил духовную семинарию московскую, московской патриархии. Он был в основном в Тюменской, Омской области, там служил. Ну, а потом они в шестером отошли, когда в русской зарубежной церкви, из-за аморального образа жизни одного архиерея, который теперь митрополитом и ушел на покой. И вот здесь тогда, в деревне, пошли беседы, собеседования, приезжали люди. У нас крестят только в полное погружение. Еще в прошлые годы не было канонов. Их ни разу не издавали, книга правил. Я ее на сарково-славянском языке перевел на русский язык, составил симфонию. А потом, вот, это у меня симфония, я издал, насчитал на пленке 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых, и на них составил симфонию. Вот она, симфония на Жития Святых. Посмотри. Кроме того, составил, потом было время, можно показать, 11 неканонических книг. Это лучшая в мире симфония. Могу это доказать любому. По 8 параметрам она выше самых хороших. Так и здесь. Здесь что мы сделали? Взяли Гюстава Доре, лучшего иллюстратора, и 230 его картин раскрасили. Вот оно как выглядит. Намелованной бумаги это все. Видите, как? С закладками. Как оно выглядит? С комментариями, с усилениями каких мест. Ну, я посчитал где-то по 8 параметрам лучше самого хорошего издания Блаженного Фетилакта. Кроме того, местоописание, где почему-то брали под Старковную Славянскую. У меня все по-русски. Там по перекопам аммония, пакетами смысловыми, у меня разбито по стихам. Ну, то есть, все это настолько удобно пользоваться. И эти вот Новые Заветы, я говорю, где подарили, примерно 150 священников от меня получили это в подарок. А одна книга в магазине стоит полторы тысячи. Полторы тысячи. У меня она продавалась с сегодняшнего дня все вместе три за полторы тысячи. Вот. Вот. Ну, конечно, много тут можно было рассказать, какие препятствия, с какой стороны. Но мы находимся сегодня в русско-православной зарубежной церкви. И вот один момент какой. Спрашивает, какое самое хорошее качество, начальное. Это смиренно-мудрие. Дьявол не пьет, не ест, но когда сказали о смирении, как Антоний Великий, он терпеть не могу. Вот надо в смирении принимать то, что Бог допускает. Я, допустим, плохо слышу, мне нужды нету. Я за 73 года ни одной таблетки не съел. У меня нет болезней никаких. Так не болеешь. Болеть-то болею. Это не болезни, это все естественно, по грехам. Я объяснение найду какое. Я просто благодарю Бога. Нужно научиться благодарить. Первая ступень – просительные молитвы. Вторая – благодарение за все. И третье – словословие. Я вот, чего я достиг. Вот. Ну, людям просто говорю. Есть такие у меня наработки, с которыми почти никто не согласится. Но я проверен, никто не сможет. Просто это невозможно. Вот я отвечаю здесь в книгах своих на 4 тысячи. Вот. 124 вопроса. 4 тысячи 124. И когда меня спрашивают, а как такие книги издать? Ну, видите, какие книги. В твердом переплете. Это же невозможно, как дорого. Да, невозможно. Цены еще повысились. Вот это, чтобы издать тысячу экземпляров сегодня, требуется почти полмиллиона. А тут у меня написано, какое слово. Вот. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной Химической Компании Щелокопозот. Вот оно где. У этого человека, жена и дети погибли в автокатастрофе. Он, я не знаю, миллиардер, видимо. У него за рубежом везде там фирмы, ну, по его производству. И он однажды только узнал у знакомого священника, отца Иоанна Суворова, про нас. И сразу перечислил деньги. Видите, я в своей жизни имею такие наработки, которыми опровергаю то, что говорят люди. Вот я сейчас просят еврейский вопрос осветить. У меня много написано, но все просят видео. И я им займусь, может быть, ну, прямо вот-вот я могу уже сказать. У меня есть книги, которые православные никогда не имели. Вот это вот у меня одна книга. Ну, в каждой книге 752 страницы. Это зеленый цвет. О чем здесь мусульманство? Я разбираю полностью, вот заметьте, заголовок какой. Вера. И дальше о чем говорится. Весь Коран, священная книга мусульман, разбирается по сурам и аятам. Весь. В сравнении с Библией. Этого ни у отца Даниила Сысова, ни у кого не было. Конкретно, конкретно каждый стих. Как он выглядит во свете Библии. Книги так и называются. Во свете Библии открытым оком. Вот я покажу эту книгу. Вот эта книга 20-я. Это в аудио есть, она, мои беседы, встречи с Александром Менем. Я думаю, его слышали многие. Такой был эрудит, энциклопедист, еврей. Он погиб. Но, по милости Божьей, все это осталось перепечатано. Вот, допустим, я показываю, какие книги. Я скажу, что священникам православным не издать ни одной такой книги. Почему? Вот здесь вот говорится 74 человека. Это открытым оком 15-й том. Как пришли к Богу, члены нашей общины. У каждого обратный телефон дается, может позвонить. Как они самостоятельно, то есть при помощи Божьей пришли. У нас все крещены в троекратное полное погружение. У нас нет ни одного, кто не постится. Ни одного, ни одного безбородого нет. То есть те правила, которые нужны, они исполняются. Их всего 719 правил. А 413 сегодня в любой церкви нарушаются. У нас ни одного не нарушается. Но дело не в правилах. Мы должны знать Христа и любить Его. Кто-то не пришел, мы узнаем. Сразу же в больницу он находится дома, уехал. Вот сейчас человек поехал, который, вот, это, чтец один. В другой город у него там командировка. Заболела дочь, он сразу звонит. Сейчас от меня другие узнали, все молятся. Один номер, человек, специальный человек есть. Это его жена. Жена, она у него, он сам экономически закончил. А она медицинский, с красным дипломом. У нас почти все с красными дипломами заканчивают. И она сразу распределяет псалтырь, книгу. Кому какую кофейзму считать. И мы 40 дней считаем. То есть круговое у нас получается. И дни по часам, сутки разбитые. Кому в какой час молиться. То есть у нас неусыпное считается псалтырь. А нужно ли это? Ну ты попробуй. Давыд говорит, я семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Псалом 118, 164 стих. Так семь раз, а один раз что? Ну не написано, я сам это нашел. Это три святоя поочи наш и сто поклонов. У нас пояснено все. И вот сколько у тебя? Не меньше семи раз. Чтобы днем и ночью были молитвы. Не считая утренней вечернии. Не считая. Утренней вечернии это уже ограда. Ну тут перешагни через не могу. Начни работать. Я любому могу доказать, что посты в православии они не евангельское устроение. Их не было. Некоторые как у Спенских, они появляются в 5-8 век. Но мы православные. И у меня в детском лагере, если считаем по уставу, растительного масла не положено, его не будет. И ни один ребенок не стал хуже выглядеть. Просто надо молиться. С любовью это все делать. На первом месте любовь. Вызвать любовь к тому действию, которое кажется неприятным. Почему? Я делаю для моего Бога. Вот я прослушал песни для Раисы. Михаил Сергеевич Горбачев поет. Я увидел, сколько там тоски, печали. И сразу стал усиленно молиться за него. У нас целая группа людей, которые молятся за него. Потом, ближе, Стерлигов Герман путается там в жизни своей. Он потерял всю веру. Я попросил людей. Давайте поможем, помолимся. Вот теперь Невзоров Александр. Я ответил на 30 его роликов примерно. На задорную. Мы сразу их берем на абордаж. Это морское выражение. На буксире тянуть. И начинаем молиться. А какой толк, скажет? Зачем мне рассуждать? Я постоянно молился о возвращении Александра Солженицына домой. Я строитель. Мне не давали больше работать прорабом. И я работал печником. Меня нигде не принимали. Только сторожем. И при том, сторожем только в милиции. Я на таких условиях жил. И это мне было как раз и хорошо. Почему? Потому что у меня сразу завязались связи. И политработник там, кто он там, подполковник, был такой. Сейчас он полномочный представитель, федеральный инспектор президента Полтавецкому краю. Эти люди мои, ну прям друзья были. И каждый месяц он собирает всех офицеров милиции. И я провожу с ними занятия, выступаю. Как-то бы мне туда трудно было. А тут мы все время с ним встречаемся. А свободные три дня, я на велосипед. И где глина лежит, где песок. Мужик, тебе печку надо, надо. А кто ты такой? Делаю. Пока без денег. Когда истопим, увидишь. Во-первых, тонны на полторы меньше угля. Где ребятишки ползают на полу. Жар доходит до самого полу. Ну что больше надо человеку? Обычно приходят вдвоем, и неделю они колготятся. И неделю поить, кормить надо. Я в день выкладываю две печи. Моя работа, вот я работник был такой, фанатик на работе. У меня всегда в тресте было 280-300 процентов на работе. И вот иногда спорят, начинают, да вот дусетину надо, не надо. О чем речь? Божья десятина Богу приносит. Она Божья называется. Десятина. А почему Божья? Считай Малахия, 2-3 глава. И говорит, вы обкрадываете меня. Вы спрашиваете, чем обкрадываете? Он говорит, десятина ей приносит. Меня обкрадываете? Но я заработал. Но Бог 90 заработал, приложил десятку. Что непонятно-то? Отдай ее Богу. А где? Священнику в руки отдай, если ни другого места нету. А если он живет богато? Ну, на церковь надо дать. А остальное найди, где больше. Мы те годы отдавали уборщинцам, священнику. А основная денежная масса у нас шла баптистам. На издание подпольных книг Евангелия, новых заветов, которые не подлежат продаже. Но они кем-то изданы. На наши деньги многое было издано. Я когда услышал, на корабле еще был, что требуется десятина. Но я же люблю Бога моего. И обмысленно произнес за себя, я буду давать 9 десятин. То есть 100 заработаю, 90 рублей отдам. Я 50 лет прожил в этом накале. И ничего в этом особенного не вижу. Но приходилось на 2-3 работах все время работать. Я реставратор, переплетчик, книг. Там разные-разные работы. Дрессировавших собак в уголовном розыске. Везде, где бы только можно деньги подцепить, я подцеплю ее. Даже среди ночи пойду на вокзал помогать вещи носить. У меня не хватает денег. Но минимально уменьшить свои все расходы. То, что вот я и сдал, вот здесь. У меня минимальная пенсия 5 тысяч. Это на сегодняшние деньги, это примерно 25 миллионов стоит. Миллионов по стоимости. Где же ты без денег берешься, спрашивай. Денег нет. Не важно. Бог дает. 90, примерно 5 процентов книг я раздал бесплатно. 95 из 100 книг. А остальные, ну очень какие люди богатые, там я мог бы, ну даю им. Кое-что и продаю, там Новый Завет бывает. А остальные, вот в прошлом году мы проехали 240 городов и сел, мы подарили на 3 миллиона 150 тысяч. Только за одно лето, за три месяца и одну неделю. Вот попросили рассказать немного биографии, я не знаю, тут еще был бы кто-то вопросы задавал, дело другое. Ну вот я хотел сказать, когда это объединение стало с московской патриархией, там не объединение, а акт о каноническом общении. Мы сразу написали в наш сенот, сенот в Нью-Йорке, что мы против, категорически против. Абсолютно против. Потому что мы знаем, куда мы идем. Нам там не жить. Но здесь объявили, мы молимся о том, что если будет принято решение, какое бы то ни было, мы подчинимся Ему. Главное теперь, Господи, смири нас, чтобы нам не забунтовать. Ну кто так молится? Смири нас, чтобы не забунтовать. У нас есть правила, которых нигде в мире нету. Все тащат к себе. Море и суши обходят, чтобы сыном Гены сделать. У нас правила, к себе никого не звать. К нам попасть, в газете писали, попасть в общину Клапкину, говорит, нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. Мы три года только испытания человеку назначаем. Оглашение. До трех-пяти лет. И потом только один раз разрешим прийти. А он к нам пришел. Тогда помните, такие слова пошли, там, толерантность. Это окаянное слово. Но смысл его можно повернуть по-хорошему. Чтобы не осуждать друг друга. Мы здесь поем баптистские песни. Вот этот от 50-ков проповедник был, Яр Николаевич. Его проповеди 136 часов слушать. Были у меня в обвинении. Меня арестовали-то за то, что я насчитал златоуста жития. И плюс архипелаг ГУЛАГ. Регельсона. Трагедия церкви. И мученики 20 века. Почему? Потому что, когда я насчитал жития, 19 столетия. А где 20 век? И Бог мне дал. И я насчитал. Меня арестовали. Да еще я пишу стихи. У меня здесь 3467 стихотворений. По 9 куплетов все четырехстрочные. И в одном куплете я написал на памятник Ленину. Стоит свой рот ащерев. По мету птиц, подставив голый череп. Вождь атеистов. Сонмище иуд. Мне этого они не могли простить. Там такие слова еще были. Туда простерта Ленина рука. Не ты ли всей Россией правил? Не ты ли голодом ее оставил? И сам стоишь с протянутой рукой. Ну понятно, были времена другие. Но скажу, как хорошо, что я был арестован. Как-то батюшка здесь сказал слово. Когда я освободился, был реабилитирован. Ну естественно, что у меня самая крупная в мире фанатека духовная, как считается, была конфискована. Я стал судиться. 11 лет судился. И процесс этот выиграл. Они мне должны были, ну теми деньгами, 11 миллиардов. Выиграл одну двухсотую часть. Но и этих денег у администрации не было. А так как ответственным лицом были не КГБ, а городская администрация. И бог так делает. Судебный пристав к ним пришла и сказала, если с Лапкиным не рассчитаетесь, я арестовываю все счета в городе. Ну, это относится. И тогда у нас начались переговоры. У меня близкие отношения были с прокурором края, Параскуль Юрий Федорович, генерал-лейтенант. Очень хорошее правило, это отношения были с мэром города. Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России. Он сюда приезжал. Вот сколько бог дает людей, добрых. Вот сюда, в эту комнату, вот эти книги у меня брать приезжал Андрей Кураев. Главное, это за этим трехтомником. Но он ли не знает, что там. В моем доме пришло столько сектантов, баптистов, 50-ники, адвентистов, минонит. Вот и стали они в большинстве своими священниками Московской Патриархии. Мы никогда, ни одного человека, я 50 лет проповедую, мы не звали никуда, только в Московскую Патриархию. И они же против меня воюют. Это такая несуразица совершенно необъяснимая. У меня хорошее отношение с евреями. Евреи такие-то. А у меня евреи помощники ближайшие. Помогают финансово. В издании христианских книг. А вот мусульмане такие. У меня мусульмане близкие люди. Я все буду рассказывать, но трудно поверить. У Соломона есть такое выражение. Когда пути человека угодны Богу, Бог и врагов его примеряет с ним. И мы просили, чтобы нам не забунтовать. И когда было принято решение, а там на Яке, где ездил, батюшка наш был там в Сакраменто. Где они еще там были? Не знаю, в Нью-Йорке. И привезли что? Решили признать каноническое общение. Потом, как называют, объединение. Объединения не было. Мы именно к этой группе и пристали. Но в московскую патриархию мы так и не вошли. То есть к нам они приходят, батюшки с московской патриархии. Теперь служат, наш батюшка с ними служит. Но мы совершенно автономно. На пять лет был назначен епископ Евтихий Курочкин. Он был назначен как векарный у патриарха Алексея, потом у Кирилла Домодедовский. Теперь он ушел на покой в Богоявленском соборе, как настоятель в городе Ишиме Тюменской области. А мы напрямую соединяемся теперь с Эларионом, Капрал его фамилия, Нью-Йоркским. У нас нет различий ни в чем с московской патриархией. Различие в самом отношении к делу. К делу. Вот это тут, тут уже мы не можем не говорить об этом. Главное это отношение к делу. Отношение к делу такое. Мы вот нынче, ну как-то давайте вместе. Я говорю, давайте. У нас очень большой опыт миссионерской работы. Мы прошли 56 сел больших, заходя в каждый дом, занося и даря Евангелие. А кто приходил, это или на стадионы, там местные, или дома культуры, там договариваемся сначала с администрацией. Всем дарили новые заветы. Мы за последние два года подарили 30 тысяч новых заветов и Евангелий. А они их собирают и сжигают во дворах церковных. Я патриарху написал, как вы отвечать будете за этих людей, которые вашим именем прикрываются. Я хотел даже показать, вот я арестован, и когда меня ведут, я был арестован. Я не знаю, получится, нет, там посмотреть. Я был не реабилитирован, а помилован. А потом реабилитация пришла только в 92-м году. У меня есть отдельные стихи и писания. Слово Божие живо и действенно. Вот это для меня основа основа была. То есть оно должно заговорить на любой момент. Где бы я что ни глянул, я знаю, что это и Слово Божие. Вот у меня здесь проповедей больше тысячи. Моих проповедей тысячи, которые я говорил в храме при епископе. Как? Ну меня рукоположили ищите сон специально для того, чтобы я мог говорить проповедь в храме и даже при епископе. Проповеди совершенно необычные. Кто слушал, это все понимают. Я их выпрашиваю у Бога. Это две проповеди на каждом богослужении. Получается в месяц, это четыре недели, это восемь, а иногда больше бывает до пятнадцати проповедей. И вдруг я от всего отстал. Как так? Раньше любил я морфлот. М, Ф, вот буква М, показы глухонемые и буква Ф. Потом я внезапно от всего отошел умышленно. Никто меня не отстранял. Я сказал, больше я не проповедую ни одного. Ну, в Москве нынче там меня облекли стихарь на деле у отца Кирилла Сахарова на Берсеневке, около храма Христа Спасителя. И я сказал одну проповедь. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Она в Ютубе стоит, эта проповедь. Вот. Я писал стихи. У меня три тысячи четыреста шестьдесят семь секторей. Я отрезал, больше не пишу. Много публиковался, не пишу. Издавал книги, перестал. То есть я могу назвать около восьми дел, чем я занимался, все оставил. На их снова М, Ф оставил. М, молитва и форум. Ежедневно не менее семи раз в день молиться и форум. И поэтому отовсюду идут звонки помолиться. Я считаю великим даром Божьим, что Бог дал мне в жизни понять, как у него много людей и как Бог объединяет их любовью. И что значит молитва дневная, ночная? Зачем мою жизнь Бог продлил, не могу знать. Но вот издавая эти книги, девять лет, я провел за компьютером более тридцати тысяч часов. У меня как-то интуитивно все так бывает. Ну, это не то слово. Бог показывает. Говорят, а как вы зрение так не попортили? Конечно, попортил. Но при солнечном свете я читаю самый мелкий шрифт. Почему? Два раза в день мелко тертая морковка. А сейчас, оказывается, дают капли какие-то и там каротин. И меня спрашивают, а как вы узнали? Я не знаю. Когда я изучал язык, пакетный метод, я самостоятельно дошел от Аполлон Союз, когда учили они английский язык, космонавты. Я считаю, это тот метод, который я самостоятельно нашел. Самостоятельно. В Америке у меня заболел зуб, и повезли, там опрокинули. Надо дергать. Как дергать? Нельзя дергать. Почему? Я в университете веду занятия, у меня памяти не будет. Они рассмеялись там, говорят, при чем тут память-то? Я говорю, не знаю. Но это связано с памятью. Потом я стал говорить другим врачам, и только один врач сказал, верьте. И, конечно, зубы касаются. И вдруг нахожу последние самые данные, многолетние какие-то там исследования были, шведских ученых. Сколько памяти теряется с выдернутым зубом? Независимо от того, вверху или внизу. А как ты знал? Да я даже не знаю, что знал. Я просто не давался, и все. Я не ем таблетки, я знаю, что там яд. А что нужно? Перед сном ложечку меду. В теплой воде или так слезать. И благодарящее Бога за все. Ты хочешь не болеть? Я любому дам лекарство. А научись говорить не. Нет, никогда не злись. Никогда не спорь. Никогда не завидуй. Никогда не ревнуй. Никогда. Будь доволен всем, что у тебя есть. И у тебя болячки эти на 90% уже уйдут. Меня спрашивают, вы никогда не спорите? Я вообще не спорю. Как-то одного долгожителя в Скандинавии спросили, ну какие-то секреты есть, чтобы питание мы уже записали. Я говорю, я никогда не спорил. Да не может быть. Он говорит, может быть и так. Он даже не стал с этими спорить. Спорить тот, кто ничего не знает. Моя задача возвесить истину. Я сказал. Сказал, он не принял. Теперь снова он спрашивает. Я говорю, я тебе сказал. После первого, второго разумления отпрощайся. Я еще раз говорю, больше не искушай меня. Все. Я выложил все, что имею. Это вершина, выше которой я не поднимусь. Это последнее, второе издание. Вот у меня есть такая книга. Ее архиерея даже считает настольные книги. Это «Крестиному православию». Я ее 40 лет собирал материал. Здесь даже и профессора, и преподаватели духовных академий помогали, допустим, из святого Иеронима найти одну фразу о крещении. Я не имел возможности доступа до этих книг. И Господь позволил это все сделать и издать. Я считаю, все это благословение. Те, кто с этим были связаны, так и понимают. Без Бога ничего нельзя сделать. Мне нравится выражение Кирилла Иерусалимского. Он говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Сегодня редко кто может это сказать. Чтобы это сказать, надо людей сначала научить, чтобы они могли твои слова сверять с Библией. Ну и самому ее знать. Библию. Вот она у нас на Библии. А везде она холивая был. А везде написано «Святая Библия». Тут, может быть, даже не видно на корешке. Выгравирована так «Святая», а внизу Библия. Очень даже необычно. Вот я это говорил. Сейчас открою застежки. Это я снялся на лое. Это нам спецзаказ сделали. Это вот Библия. Она издана по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея Второго. Вот я даже покажу, чтобы увидели. Вот она, видно или нет? Может быть, не видать, да? Вот как эту Библию издавали. Библия или книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Это православная. Видите, какой крест. У нас лежит на аналоге не Новый Завет, не Евангелие, а Библия вся. Вот как она издавалась. Просчитайте. Какие императоры в этом участвовали. Благословение Священного Синода. Сейчас люди кидаются за новыми переводами. Не верьте. Синодальный – это лучший перевод. Один из самых лучших в мире. Такие удивительные были переводчики. Эта книга имеет 77 книг. И чтобы это увидеть, вот я покажу даже, видите, книга Серахова. Вот. Неканонические книги все здесь. Их некоторые не признают, а зря. Эти книги признавали все святые отцы. А они утверждены соборами. Не надо спорить. Я ему возвестил. А почему вы решили так? Мне решать не надо. У меня свои наработки есть. Говорят, а границы в церкви нет. Главное, двое или трое собрались, и там Бог. Такого не написано. Не собрались, а собраны. Духом Святым. Ну, а вы можете сказать, я как бы задаю сам себе вопрос. Где церковь? Я знаю границу, вот проведу точно. Не на один сантиметр церковь, а дальше уже не церковь. А где? Где есть законно-рукоположенное священство. Это все православные церкви, где есть законно-неэритические, а рукоположные священники. Католическое, второе. Третье, греганаро-армянское. Третье, копское и сирское. Все. Все запредельное. Там пусть сто раз лучше нас живут, но они вне церкви. А вне церкви какое спасение? Не знаю. Я знаю, вне церкви нет спасения. Деяние 2.47. Ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если без церкви спасение, зачем это нужно? Библию надо изучать. Я почти по 10 часов иногда проводил за Библией. Изучением Библии я занимаюсь 50 лет. Это абсолютный беспрекословный авторитет. Но понимать Библию нужно так, как истолковались святые отцы. 6-й Вселенский Собор, 19-е правило. Я это принял. Утвердился на этом. И мне не надо убеждений никаких больше. Те толкования я сравниваю с сегодняшними сектантскими. Ну разные, какие бывают. Я вижу, как небо и земля. Православие это чистота. Чистота. Я и говорю, я сегодняшним что видим. Это красота. Это целомудрие. Это широта. Все, что вы найдете святого чистого в премудрости, о чем премудрость Соломона говорит, все это православие. Почему я здесь нахожусь? Но видя, что сегодня делается, я говорю, если бы у баптистов было законно рукоположенное священство, я бы сегодня ушел туда. Потому что вот я еду по городам, по селам. В каждом городе мне Бог открывает двери к людям. Я могу образовать уже несколько сот общин. Я ни одной не мог образовать. Не считая у нас и потеряльки. Почему? Я людей направляю в московскую патриархию сразу же. И на следующий день священник их делает мне врагами. О, это еретик был, что вы делаете? Так батюшка, он же нас к вам послал. Я послал их к местному епископу, чтобы они здесь собирались, потом часовню построили. Ничем не объяснимо. Они ничего не могут сказать. Да, я не во всем согласен. Ну и что? Мы разные. Я не согласен вот с этим двоедушием, с салчностью. У меня там ничего нет. Поэтому один священник, магистр, мне сказал, вас спасает ваша безукоризненность. То есть ничего у меня нет. У меня ни грамоты, ни какой, духовно я не учился в семинаре. Я самостоятельно все постигал. Но почему-то я единственный в мире сегодня, кто насчитал 12 томов Златоуста. Их нету больше нигде в интернете. Жития сейчас хоть пытаются считать. Я насчитал 12 томов Жития, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Диченко. Все они на нашем сайте. К истине один народ.ру. Ну это стоит только в гугл зайти, Игнатий Лапкин сайт, и вы уже зайдете. А с него там щелкнул, на форуме уже вы будете. Что себе сказать? В своей жизни я ничего не вижу. Что-то особенного. Но могу сказать только одно, что я познал, что я в аду был. И Христос умер за меня. И жертвой своей он вырвал меня оттуда. Я ему благодарен. Я верю в спасительную жертву Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это у нас написано. У нас, видите, священное изображение иконы. И между ними, и надписи. Ничего особенного в этом нет. Потому что то, что иконы должны быть, ну мы православные. А что надписи должны быть? Это тоже в Ветхом Завете, говорит, на косяках или везде, где нужно написать. Вот что я мог бы сказать. Плохо, что никого нет, кто вопросы задавал бы. Если нужно будет, там потом зададут. Богу нашему славу во веки веков. Аминь.